Не ботинки с пресенью, а винтаж. Ахахаха, прости. Все, Сережа удаляется. Фриасан. Зомби нападали, видишь? Дверь съели. Посмотри вообще-то. Навигатор, куда нам идти? Куда нам идти? Прямо? Точно? Точно. Здесь больше идти некуда. Там еще дорога была христорная, здесь вот в эту. Мы приехали в город Зимун. Это не город Зимун, а район Зимун. Район Зимун, город Белград. Ну зачем? Зимун такой симпатичный райончик, если вам нравится частный сектор. Заборчики такие, снегови. Наверное, летом здесь прикольно курять. Пальма даже есть. У Пальма и у нас есть. Я люблю влаши на рынке, потому что собираю давно куклы старинные. Нам идти 15 минут. Так. Сейчас. Я люблю. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Саша, но слово балашинка, она же относительная Если завелись в блоке, значит уже можно на рынок нести Серьезно? Картины, лампочки А нет, это наверное этот постер, да? Это постер? Ну, не знаю, оно облокочено к помойке Это уже выброшено Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok но она грязная не факт что она старинная ты выглядишь так не современно рядом ну собственно вот мы в точке зимунский бувлак бувляк встречаются пакистанцы а чё ты с ним как-то сворачиваешься макарошки вон там начинаются эти самые катушены как это навес вот как этот пионер твой не надо ну я имею ввиду из той же оперы да да какой-то усилитель здесь наверно платят либо как-то занимают так это ж не блошина это опять не напоминает минске на минску то же самое было да а влашина это где-нибудь ковры кофе ковры кофе здесь много цыган опасно но это какой-то ты просто воспринимаешь название блошинка с французским наверно рынком да с австрийским много где были но какой тебе больше всего там понравился мне кажется в австрии мы в питере тоже офигенно смотрит аппарат я помню назывался american star ну нет это не то еще осталось пять рынков грецкий еще есть наверняка здесь ничего не нравится самое главное как ты слышишь продают в евро евро да похоже на цыганский район похоже на цыганский район удивительно заметил что там продается много древней бытовой техники это вот видимо те машины которые ездят у нас по району и говорят купим ваш пылесос стиральную машину и всякую фигню они куда это потом девать написано было на карте что закрывается это все дело в 2 но время сейчас 12 как мы видим народ уже сворачивается у кого-то лежит на тряпочках у кого-то просто на землице сербской продают сразу землицей пустая переносочка что бонусом продают землю а у него там куклы едет смотри какой-то орликина собственно вот этот пятачок и был рынком а вот это я вообще не понимаю кому нужен вот древний дел какой-то монитор кому-то нужен ботинки с плесенью не ботинки с плесенью а винтаж ахахаха прости мы сходили на этот странный рынок но это не то что я хотела там вообще какой-то напоминает рынок который вы посетили в Минске если вы не смотрели посмотрите я не считаю это блошиным рынком даже в питере было намного круче но в сербии есть еще ряд блошиных рынков я надеюсь что хоть один из них соответствует моим представлениям мне кажется что блошиный рынок соответствует уровню жизни самой страны потому что для того чтобы продавать какие-то интересные монтажные вещи для этого они должны как-то накопить а здесь продают прям реальное какое-то дерьмецо а то есть они не жили жизни и не накопили ничего ну блин они не торопились может или наоборот торопились в общем на рынке продается техникой в общем серёжа не слушайте есть тут еще другие рынки мы сходим и посмотрим оставим свое мнение серёжа в принципе никогда не слушайте слушайте Саши всё серёжа удаляется пока ой Инна Владимировна мы тебя увидели что-то как-то не очень похоже нет? или только потому что она винтажная винтажная здесь даже написано посмотри винтаж а я думал написано Инна Владимировна да там написано Инна Владимировна при Асанж знаете кто такой Асанж? если не знаете погуглите если не знаете погуглите мы видимо нашли арт территорию мы убрали что-то тут как будто никого нету вон мотоцикл мотоцикл стоит? современный? ну как бы один человек сидит там два два человека сидят мне кажется мне кажется что утка просто как бы такая её облили краской мне казалось что такие территории и такие места должны работать особенно по выходным людям куда идти? тусить? в артпространство а здесь вообще нигде никого да как же Новый год поллока лапс что вот у них с нижней частью двери произошло? открытый бой а говорят что это новое современное кручатское место ну почему нет сложно спорить мы не видели старое? да мы не видели старое здесь вон сколько всё разукрашено это просто мотоцикл? ну или это был какой-то бар? нет я думаю это чей-то мотоцикл просто стоит он некоторое время что аж подзаржавел местами зомби нападали видишь? дверь съели Дэрил бросил по этому мопед ладно я просто подумал что это плац площадь но я думал что здесь какой-то торговый центр есть а здесь прям вообще ничего ну до торговых центров видимо сейчас дойдем нет как бы в целом оформление неплохое для незрячих людей прочитала? да даже смотри можно вот типа это всё попробовать ну да это вот оно горе а в еврейском в Москве в еврейском музее картины для незрячих там были которые можно было попробовать да смотрите нас на канале мы посещали еврейский музей я вам рекомендую туда сходить если вы если вы остались в Москве то сходите и заодно там неподалеку есть музей гулага если вы кстати скоро закроют так что успеете его посетить да закроют потому что незрячие могут прозреть сходив туда я считала что есть угодницы и ниши если вы там живете и может быть проходили мимо или так зовите нас в гости мы поедем смотреть на на блошиные рынки на чтобы действительно там были старинные вещи а не чтобы потребовались современные подобрались до какой-то галереи в которой мы ничего не нашли фастфудов нету пива в фастфудах нету поэтому мы сейчас поедем в торговый центр который называется галерея там где был витапур смотрите предметы искусства галерея windows горизонт поправься елкин и моталкин смотрите какая красота мне кажется в общем а там вот новые творят изделия это пешеходная улица а-ля арбат и мы с тобой по ней ходили ну что сегодня не получилось найти блошиный рынок мы надеемся мы его нашли просто он нам не понравился надеемся найти его в следующий раз и да нашли мы его ищем подарки на новый год да мы зашли в два торговых центра вот второй был галерея ну что-то все не то и не хочется это покупать совершенно ну просто ты избалована я избалована я думаю о тех кто я буду дарить кому я буду дарить значит они избалованы тобой саша хочет сейчас взять ксюше суши суши роллы из ресторана она брать не хочет поэтому мы сейчас будем полчаса идти до какого-то места где там типа лучше суши или что где продают сеты и их не надо ждать часами как вы знаете есть же магазины где специализируются на быстром приготовлении а есть супер шеф повара которые очень медленные они все такие себя как ивлев я думаю ивлев быстрый или как шеф шефов шефовичей короче они очень гламурные у них там микро циркулярная кухня короче в воскресенье половина магазинов в городе не работают работают только большие торговые центры поэтому мы вот посмотрели нам ничего не понравилось и мы собираемся обратно в свою деревню кстати когда мы вышли в Зимуни под началом показалось что такой приятный район а когда мы дошли до вот этой барахолки где было все в помойке и с кучей такого и бардак людей мне даже кажется не знаю может быть и нет я читала да что в Югославии живут очень жила ну когда она была в Югославии много разных народностей но там какие-то не все народности как будто из моего детства цыгане вот реально цыгане не хочу никого обижать но не самые приятные у меня воспоминания когда я в детстве надрывалась на цыган всем peace, love с вас колокольчики, подписки патреоны, бусти, будем рады так что а мы пошли на электричку всем пока до новых встреч в общем не ездите на этот блошиной только время потеряете там какую-то фигню продают напишите в комментариях где можно побывать на настоящем блошином рынке подписывайтесь на наш канал ставьте лайки колокольчики и не забывайте на бусти и патреоне оформлять донаты для нашего канала всем пока ну и 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 Продолжение следует...